Небольшая предыстория, как этот кондиционер появился у нас. Обычно все кондиционеры на обзор к нам попадают либо от представительства бренда в России, либо от какого-то дистрибьютора. Но данный кондиционер нам попал от клиента. Мы с клиентом выбирали кондиционер. Нашему постоянному клиенту потребовался в его новую квартиру, двухэтажную квартиру, в большой зал потребовался мощный кондиционер. Причем трассы были уже заложены 4,3,8, то есть это мог бы быть только хороший инвертор с такими трубками, и который способен работать на 50 метров квадратных. Клиент не хотел выбирать что-то дорогое. У него в доме, где он постоянно живет, у него хорошие кондиционеры мы ставили, там Mitsubishi, Daikin и прочие такие вещи. А вот в эту квартиру он решил, что это попроще, потому что там ему не прям нужно какой-то супер-пупер кондиционер. И мы остановились на Фуная. Клиент выбрал сам, он запросил мощность его. Мощность у него 4,4 по холоду, что вполне хватает на зал 50 метров. У него зал 50 метров с небольшим. И еще, соответственно, он посмотрел по весу. Он сказал, что там пусть будет потяжелее, получше, и что-то из китайцев более-менее недорогое. И вот мы выбрали с ним этот Фуной. На что он сказал, обязательно снимите на него обзор перед тем, как мне отдавать. Просто для себя, посмотрите. И мы с радостью восприняли эту информацию. И быстренько, как только он к нам поступил, мы сразу вот на него пилим обзор перед тем, как отдать клиент. Добрый день, дамы и господа. У нас сегодня на обзоре флагман от бренда Фуная. И данная модель Фуная собирается на заводе Hisense. Поэтому мы можем смело утверждать, что качество здесь должно быть достойное по отношению к его стоимости. Это тепловой насос до минус 25. Низкий уровень шума в 18 дБ. Для спален должно быть самое оно. Встроенный Wi-Fi. Умный глаз, который может направлять или отводить потоки холода. Что очень важно для многих людей. Класс энергоэффективен всего наивысшее. Отреплются что на обогрев, что на охлаждение. Самоочистка, ионизация. В общем, погнали смотреть на все это более подробно. Ну и переходим к внешнему виду. Это обычный глянцевый пластик. Привычный для многих. Это азиатский стиль исполнения кондиционеров. В Европе больше все-таки мат. В Азии глянец. И здесь не исключение. Здесь все стороны глянцевые. Нет ни одной матовой части. Сразу видим корпус белого цвета. Вот эта вставка светло-серая. Вставка из жалюзина светло-серого цвета. Никаких особых обозначений нет. Фунай. Название модели. Импер инвертор. Смарт-ай контрол. Это непосредственно наш датчик движения. На отведение направления потока. Сбоку выглядит следующим образом. Есть выштамповка по трассу. Снизу уже выштамповок нет. Сверху так. Огромная воздухозаборная часть. Даже вот в задней части есть прорези, которые способствуют еще дополнительному, так скажем, проходу воздуха в теплообменник. А теплообменник у него очень большой. И нижняя часть вот так. По трассам трубки разные. То есть все как полагается хорошему кондиционеру. Жидкостная, тонкая, газовая, толстая. Монтажная пластина, я бы сказал, хиловатая для данной модели. То есть, ну как у всех китайцев. Она с минимальным орибрением. Такая плоская, хлипенькая пластинка. Хотелось бы, конечно, у китайцев уже видеть помощнее. Тем более блок не маленький, весит достаточно много. Крышка большая, открывается максимально вверх. За счет своего размера она немножечко хлипковатая. Но в целом ничего страшного, потому что много защелок. И когда мы ее закрываем, закрывается достаточно просто. То она садится прям ровно на свои места. И никаких проблем у нас с этим нет. А, вот единственное, здесь нужно поднажать, чтобы закрыть. То есть защелка здесь, защелка здесь, защелка здесь. И защелка здесь наверняка. Вот так вот будет полностью закрыт. То есть, грубо говоря, крест. Фильтры. Давайте посмотрим. Ух ты, фильтры уже с первого взгляда очень большие. Фильтры достаются достаточно туго. Немножечко неудобно. Сейчас посмотрим, как второй. О, фильтр огромный. Прямо очень большой. Это 35-й блок у нас. 25-й блок имеет такой же типоразмер. Поэтому фильтры тоже такие огромные. Сетка достаточно мелкая. Не самая мелкая, не 3D. Но она сделана аккуратненько. Хорошо моются такие фильтры. И сам фильтр, как по себе, такой ровненький, приятненький. Не как у дешевых китайцев. Давайте попробую вторую сетку достать. Может быть, просто первая тяжело. Но это полегче. Видимо, здесь у нас модуль дополнительный стоят. Которые мешают вытащить ровно. И в комплекте к этим сеткам идут дополнительные вставки. Которые вот сюда вот вставляются. Два комплекта, две пары. Вот так они выглядят. Есть. Почему-то такие огромные пакеты для них сделали. Китай тщательно и пахнет. Китайскими женщинами. Он какой-то серебристый. Как бы карбоновый. Черный это обычно карбоновый фильтр. Но тут есть и посеребренность такая. То есть, какой-то антибактериальный карбоновый фильтр. Как я понимаю, что это фишка фуная. У них во всех кондиционерах идут вот такие вот вставки. Ну, я думаю, надо немножко экономить. Все-таки на пластике, на пакетах. И можно вполне было уместить все четыре фильтра в один пакет. Ну, и помимо всего, помимо большого размера теплообменник, он сделан по технологии Bluefin. Это антикоррозийная обработка, которая позволяет сохранять теплообменники дольше. Сразу видим модуль Wi-Fi. Он идет уже в базе. Вот такой вот блочочек. Видим датчик воздуха, который заходит в кондиционер, по которому он и определяет, достиг он заданной температуры на пульте или нет. Видим массивный блок ионизации. Кстати, такой блок мы еще ни разу не видели. Он ионизирует непосредственно теплообменник. Высокопроизводительный, мощность у него 1 Вт. И сделано написано Hisense Guangdong Air Condition. То есть непосредственно изготавливает его сам Hisense. Ну, и хотелось бы отметить, в отличие от бирюзовых фильтров, которые мы иногда встречаем на некоторых кондиционерах, беленький смотрится немножко поаккуратнее. То есть он вообще лучше, чем любые синие у Mitsubishi были, у Midea бирюзоватые. Бывают черные. А вот беленькие, они прям с белым пластиком, просто как-то сливаются. И сверху то же самое. Они как бы повторяют структуры решетки. Их даже в отражении натяжного потолка, если у вас, мало ли, глянцевый потолок, их не будет видно. Ну и переходим в нижнюю часть. Видим сразу датчик движения. Уже копия таких датчиков, известных как у Mitsubishi Electric, у Daikin. У Haier такой датчик есть. Очень полезная штука. Вы можете выбрать функцию либо направления потока на вас, как холода, так и тепла. Либо наоборот отвода от вас, чтобы датчик видел людей в помещении и отводил поток, допустим, от вас. Если вы не любите, чтобы на вас холодный воздух дул, он увидит вас и отведет в сторону. В целом функция очень полезная, особенно для детских, для спален. Я считаю, что одна из лучших, наверное, функций, которые нужны для комфортного времяпрепровождения. Ну и переходим к жалюзи. Давайте посмотрим. Здесь необычная жалюзи, которая, кстати, почти полностью закрывает пасть кондиционера. Она имеет такую прямоугольную конструкцию, ровную прямоугольную, без каких-либо закруглений, что очень необычно. Это такой прямоугольник, закругленный по краям. По-дизайнерски смотрится симпатично. Сам двигатель, кстати, тоже, я так понимаю, очень прецизионный. То есть он очень точный, потому что вот даже так его вращая, чувствуется, что мотор имеет очень много ступеней. Ну, как-то такое вот ощущение есть. Мы сейчас все это проверим. Сама жалюзинка имеет вот такой вот еще рассекатель потоков. Давайте попробуем снять эту жалюзи и показать там, что внутри. Снимается очень просто. Вот специальный зажим такой. Для сервиса суперудобно. Отстегнули жалюзинку. Вот так она выглядит. Кстати, внутри сделан очень прикольно. Такой темно-темно-серый, ближе к черному, глянцевый пластик. На мой взгляд, внутренности выглядит великолепно. Я даже не знаю, что мне больше нравится, темный, вот такой темный пластик или светлый внутри. Потому что бывает светло-серый тоже симпатично смотрится. Но и вот такой вот темно-темно-серый, я думаю, что тоже смотрится, мне кажется, даже лучше, чем светло-серый. Здесь тоже такие темно-серые лепестки, которые направляют поток влево-право. Она тоже на приводе на своем. Единственное, что блок сдвоенный. Ну, в принципе, наверное, у всех, даже дорогих и недорогих китайцев, этот блок, если он на приводе, то он сдвоенный. Только, наверное, у самых премиальных Mitsubishi, электриков, там, Daikon, у них они имеют раздельные потоки лево-право. То есть два блока раздельных с приводами. Но в китайцах пока мы такой еще не видели. Возможно, есть, но еще не встречали. Внутренности очень-очень сильненькие, блестящие, темные. То есть смотрится пасть, как вы видите, наверное, очень красиво. За исключением вентилятора светло-желтого цвета. Опять буду повторяться, пока не перестанете делать, да, наши дорогие друзья китайцы, поставьте уже черные барабаны. Найдите где-нибудь себе производителя черного барабана. Черный пластик. Вы же можете делать вот такой черный пластик внутри? Почему барабан до сих пор у нас темно-синий, темно-зеленый или вот такой желтый? Я ни хрена не понимаю. Неужели нельзя сделать его из нормального пластика? По крайней мере, в дорогих кондиционерах. Я предполагаю, что вот эти цвета берутся из-за того, что это какой-то пластик какой-нибудь, может, там, вторсырье, там, переплавленный тысячу раз из разных бутылок, там, грубо говоря. Ну, блин, ну, на дешевых моделях, ладно, но на дорогих премиальных, ну, поставьте черный барабан. Блин, он будет стоить, там, на 500 рублей дороже, там, на 1000 рублей дороже, но это будет выглядеть гораздо круче. И в данном случае можно было хотя бы поставить темно-синий, он уже был бы ближе к черному, так скажем. Тут здесь светленький. Хотя его не сильно видно, но все равно под каким-то углом его можно заметить. Минусочек. И я вижу здесь ионизатор. Немножечко обманул вас. Здесь стоит не ионизатор, который бьет его теплообменник, а это просто силовой блок. А сам ионизатор находится в том углу. Это две кисточки. Хорошо, что не одна, их две. Это чуть лучше, чем одна. Я думаю, вы согласитесь со мной, что две кисточки лучше, чем одна. Такой ионизатор, конечно, какую-то пользу оказывает, но она настолько незначительная, что не зацикливайтесь на этом. Ну что, давайте начнем с пульта. Есть стакан для настенного крепления. Также пульт можно прицепить стандартно на гвоздик. Также есть прорези под датчик. Это функция технологии Smart Fill. Еще необычное решение. Вижу, что здесь такая прорезь под веревочку. Знаете, как веревочка бывает раньше, на телефон можно было такой хлястик прицепить. Вот здесь можно этот хлястик прицепить вот сюда. Первый раз вижу на пультах такую штуку. Такой же пульт идет в кондиционерах Hisense Air Sensation. Тоже такой же, чуть-чуть видоизмененный просто. Тоже с этим хлястиком. В целом пульт матовый, красивый, плоский, большой. Кнопки удобные. По функционалу все понятно. Значит, кнопка большая, кнопка центральная, кнопка включения. Кнопки слева, справа. Это у нас качание жалюзи. Таких, лево-право, вверх-вниз. Стрелки вниз и вверх. Это изменение температуры. Режим мод изменений. То есть обогрев, осушение, охлаждение, просто вентиляция. Smart Air Inspector. Это умная функция у данного кондиционера. Кнопка фан и блокировка. Кнопка изменения скорости вращения вентилятора. Также блокировка кнопок на пульте. Режим Super, который включает максимальную скорость одной кнопкой. Кнопка беззвучного режима. При удержании 5 секунд у вас включается беззвучный режим. Однократное нажатие в данном кондиционере не работает. Оно используется лишь в модели Hisense Air Sensation, включая при этом приток свежего воздуха. То есть кнопка сама по себе есть, отображение fresh есть, но в кондиционере ни на что не влияет. Именно нужно удерживать 5 секунд, чтобы включить режим беззвучный одной кнопкой. Следующая кнопка это Smart Fill. При удержании этой кнопки появляется режим плюс 8 обогрев дежурный. Потом у нас идет таймер на включение, таймер на выключение. Режим Sleep, который также и может убирать индикацию Phantom Display, который находится здесь. Левая нижняя кнопка это наш интеллектуальный датчик, который направляет или отводит поток от вас. Центральная кнопка снизу режим Clean, самоочистка с помощью замораживания. И правая нижняя кнопка это режим Eco, экономичный режим. И режим Hi Nano, включение нашего ионизатора. Вот в принципе все функции на этом пульте. Ну и конечно же управлять мы будем с приложения по Wi-Fi. Включаем наш кондиционер. Он сразу нам показывает комнатную температуру 26 градусов. Кнопка режим. Вот сейчас выбран у нас вентилятор. То есть у нас режим вентилятора стоит. Можно выбрать высокое это значит режим обогрева. То есть кривой перевод. Холодный это режим охлаждения. Сухой это режим сушения. И автоматический режим. Как вы видите вот такой вот забагованный перевод конечно. Но я думаю что это поправит в скором времени. Следующая иконка у нас выбирает целевую температуру. Если у нас состоит режим обогрева или охлаждения. То мы можем уже выбрать непосредственно нашу температуру таким бегунком. Вот так это все передвигается. Минимально 16, максимально 32. Дальше следующая иконка. Режим работы. Либо автоматический либо нет. Если мы убираем автоматический режим у нас появляются скорости. Очень высокая, высокая, средняя, низкая и очень низкая. Дальше. Справа у нас есть направление потока. Здесь мы можем выбрать. Какое взять выбрать направление. Вот видите здесь иконочки кривые все. Это из-за того что текст написан. Имеет разный размер и иконки все вот так слетели. Вы можете выбрать как фиксированное положение, так и режим качания. То же самое с другими жалюзинками. Показывается конкретная позиция, либо режим качания автоматически. Следующая кнопка ИИ это интеллектуальный режим. При включении которого кондиционер анализирует и температуру и влажность. И сам подбирает определенные параметры. Здесь вы можете выбрать только потеплее, похолоднее. И остальное все он сделает сам за вас. Следующий умный режим это уже наш умный глаз. Который позволяет вам как направлять поток на человека, так и отводить его в сторону. Это выбирайте сами. Ну вот смотрите, сейчас мы находимся, грубо говоря, вот с этой стороны. И он отвел наши жалюзи в другую сторону. Теперь наш оператор переместится в другую сторону. Вот я такой виду, виду, виду. Пришел. Довольно быстро реагирует. Моментально получается реагирует. А он сначала понимает, что я больше там не нахожусь. Переместив жалюзи в центр. И сейчас, когда он меня найдет здесь, он должен начать дуть от меня. А сейчас куда дует? В центр. То есть он так быстро реагировал, поняв, что меня там больше нет. Ладно, возвращаемся обратно. Вот я здесь. Сижу. Стою. Отводит. Отводит. Вот я пришел направо от него. Сразу отводит. Ну почему только в центр, правда, непонятно. Ну а зачем его вправо дуть? Он же тоже хочет охладить помещение. Зачем ему дуть туда, в сторону? Может быть там... Хорошо, теперь включаем режим, чтобы он наоборот дул в человек. Включаем. Направил? Пока он просто качает. Он качается. О! Вот, он меня теперь нашел. Потому что если он не дует в человека, то это уже... А! Он, видимо, все еще думает, что там кто-то есть. И, возможно, поэтому он дул в центр, а не от. То есть он думал, что там кто-то есть, и здесь кто-то есть. И поэтому он дул в центр. Потому что он сейчас реально качает туда-сюда. Вот я отхожу только в левую часть. И в теории он должен перестать качаться только на меня. Вот. Он понял, что меня справа больше нет. И он все еще качает джаниси, но уже только в диапазоне, где я сейчас нахожусь. Я и слышу, что он прям моментально начинает что-то менять. Но при этом у нас еще есть источники тепла, которые... Вот софиты, это источник тепла. Они достаточно большие, и он тоже может немножко их... Они могут путать его. Скорее всего. Но тем не менее, датчик довольно-таки хороший, срабатывает быстро. Понимает четко. Так, выключаем. Переходим к следующему функционалу. У нас это отключить звуковой сигнал. То есть внутренний блок не будет сигнализировать о том, что он принял какие-то команды. Я считаю, что это очень такая хорошая функция. И можно вообще никогда не включать пикалку. Потому что пикалка, это... Ну, оно, конечно, дает понимание, что кондиционер принял команду. Но немножечко раздражает в некоторых случаях. И следующая кнопка, это включение бесшумного режима. Который одним нажатием, грубо говоря, переводит кондиционер на самую, на очень низкую скорость. Следующая иконка, это иконка таймера. Здесь вы можете выбрать уже гораздо расширеннее таймер, чем это можно делать с пульта. Ну, то есть функционал по таймеру сумасшедший. Диагностика. При запуске диагностики кондиционер начинает себя проверять. И вот он завершил проверку. Кстати, у него очень много параметров, по которым он проверил кондиционер. И нашел лишь всего одну ошибку. И эта ошибка у нас связана с подключением к внешнему блоку. Она, в принципе, так и называется. Внутренняя и внешняя связь. То есть... Потому что у нас внутренний блок работает сейчас без внешнего. Следующая иконка. Статистика энергопотребления. Отличная штука, которая позволяет мониторить, сколько кондиционер у вас потребил электричество. Я думаю, что вы и так часто, конечно, пользоваться не будете. Но для любопытства очень и очень интересная менюшечка. И еще есть кнопка автоматизация. Возможно, автоматизация есть. Но мы попробовали скрестить с гуглом, и у нас не получилось. Ну, в общем-то, и вот все функции этого кондиционера со смартфона, который вы можете управлять. Давайте теперь послушаем уровень шума. И давайте начнем с первой скорости, с низкой скорости. Низкая скорость имеет достаточно хороший поток. При этом ее слышно. А вот звук с двух метров. Теперь давайте включим самую низкую скорость. Не беззвучный режим, а именно самую низкую скорость. Написано очень низкая в приложении. По шуму ветра прям хорошо. То есть слышно, слегка слышен ветерочек, но он приятный. Но опять же все портит вот этот рокот. Вот не будет рокота, блок отличный. Рокот есть, и такое ощущение, что это брак. Звук с двух метров. Теперь давайте включим бесшумный режим. Потрясающая тишина, за исключением рокота двигателя. Лично я ничего кроме него сейчас не слышу. Поток при этом есть, довольно приятный. Шума ветра я не слышу. Но вот этот вот рокот двигателя, он прям очень неприятный. Да, очень мягкий поток. Прям нежный-нежный поток по всей ширине блока. То есть еле-еле такое дуновение есть. Нам кажется, что такого рокота быть не должно. Поэтому думаем все-таки, что это брак. И мы попробуем обратиться непосредственно к дистрибьютору этого кондиционера, чтобы нам заменили этот внутренний блок и сравнить его с другим. Если там не будет рокота, то блок просто супер. В общем, мы оказались правы. Проблема с этим блоком была из-за двигателя, из-за шумного двигателя. Для вас прошло очень мало времени. Для нас прошло две недели. Именно столько мы решали проблему с шумным двигателем. В итоге приехали хорошие парни. Поменяли нам новый двигатель, поставили. И блок оказался реально бесшумным. И вот сейчас блок находится в самом бесшумном режиме. Если я буду прислонить ухо сюда, я немножечко услышу работу двигателя. Но вот с такого расстояния я уже ничего не слышу. Такое ощущение, что блок не работает. Идет легкое дуновение ветерка. В общем, вот то, как и должно работать премиальный хороший кондиционер. Ну, я не думаю, что есть спысл давать слушать звук с двух метров, потому что я слышу абсолютно ничего. Я слышу абсолютно ничего. Ну да, действительно, блок оказался реально бесшумным. Давайте я еще включу все-таки для сравнения первую скорость, чтобы возобновить в памяти его работу на первой скорости. На первой скорости его слышно. Ну, наверное, я уже там что-то говорил. Я еще раз скажу, что звук приятный. Это 35-й блок. Блок не маленький, то есть на 35-40 метров. Хорошо, нет, хорошо. Слышно, но приятно. Ну да, вот этого рока-то больше нету. И прям очень приятный и ровный шум ветра. Просто шум ветра. Вот так должен работать любой премиальный кондиционер. А эта серия у Фуная считается флагманом. Поэтому она должна быть просто беззвучной. В принципе, мы этого и добились. Теперь постараемся отстраниться от этого рокота. И будем включать максимальную скорость. Очень высокая она называется в приложении. Медленно разгоняется. Плавно. Бесшумный режим отключился автоматически. Ну и максимальная скорость. Очень хороший поток. Очень мощный поток. И при этом по уровню звука отлично. Все замечательно. Но опять же рокот слышно. И причем этот рокот, он не меняется. Он практически не изменяет свой тональность. Он всегда практически одинаковый. И его слышно даже сейчас. То ли он настолько громче ветра, то ли ветер настолько тихий на максимальной скорости, что даже его слышно. Ну вот звук с двух метров. И здесь я бы не сказал, что он слышно. Если прислушится слышно, но вообще вполне. Я считаю, что блок вполне себе удачный. Кайфовый. То есть дизайн отличный. Огромные теплообменники. Функционал. Вот этот вот дизайн. Уровень шума. Все хорошо. То есть блок, можно сказать, на твердую пятерку. Ну а теперь давайте переходить к внешнему блоку. Ну и будем надеяться, что там все идеально. Погнали. Как мы видим, внешний блок имеет очень-очень большие габариты. Но это обуславливается тем, что это тепловой насос. Минус 25 на обогрев. Заявляет производитель, что это полный DC-инвертор с РВ-клапаном. Все как положено стандартному хорошему кондиционеру. Именно инверторному кондиционеру. То есть это полный инвертор. Ну и ценник у него уже соответствующий. Есть все крышки. Крышки, закрывающие электрические соединения. Крышки, закрывающие порты. Ручки. Все как полагается. Даже есть сетка сзади, которую я не люблю. Транспортировочная сетка для того, чтобы радиатор не повреждался во время транспортировки и монтажа. Я же, ну, я рекомендую эту сетку после первого ЖТО выдергивать и выкидывать. С ней нормально провести ТО внешнего блока практически невозможно. Ну и этот блок сам по себе очень тихий. 50 дБ всего лишь. Но, тем не менее, у него лежат в комплекте такие резиновые прокладки для ножек. Желательно ставьте их всегда. Не пренебрегайте этим. Куже от того, что вы их поставите, не будет. Выбрасывать их жалко. Делает его завод Hisense. Это мы знаем. Мощность 4,4 кВт. Что хватает на 40-50 метров с легкостью. Класс энергоэффективности заявляется А3+. Что на охлаждение, что на обогрев. Это очень высокий класс. Один из самых, ну, даже, наверное, самый высокий класс. А4+, что-то мы такого ни разу не видели еще. Самый новый Freon 32. 860 грамм. Достаточно тяжелый блок. 33 килограмма. Давайте же скорее его вскрывать, смотреть, что внутри. И подтверждать наличие РВ, толстых теплообменников, хороших компрессоров и так далее. Ну что, приступаем к вскрытию. Снимаем нашу огромную крышку. Она имеет хорошее ребрение сверху. Но это должно было быть, потому что она не маленькая. Потому что габариты блока достаточно большие. Хорошая здесь проклейка. Кстати, крышка прочная, тяжелая. С загибами об нее не порезаться. То есть, крышка хорошая. Огромнейший диффузор. Просто гигантский. С большой, так скажем, шейкой. Ну, это 35-й. Опять же, тепловый насос. Поэтому все здесь хорошо. Проклеек, по-моему, нет. Они есть непосредственно на стыках деталей. Здесь везде проклеечки есть. И здесь у нас в местах стыка тоже есть поролончики, проклеечки. Ну что, как мы видим, стоит стандартная крыльчатка. Она не нового образца. Обычная стандартная крыльчатка. Двигатель, вентилятор у нас керамический мотор. DC-мотор на 36 Вт. Марка его гуандонский производитель моторов, который мы постоянно встречаем на большинстве кондиционеров. И в их качестве не приходится сомневаться, потому что они стоят почти везде. И эта фабрика именно заточена на производстве моторов. Поэтому все у них хорошо. На резиновых проставках, что дополнительно снижает уровень вибраций, вибраций, шума. Сама, кстати, пластина, само крепление крыльчатки тоже достаточно большое, массивное. Сразу видим подогрев поддона внешнего блока. Это говорит нам о том, что это полноценный, так скажем, тепловой насос, уже имеющий не только, грубо говоря, огромные теплообменники, хороший компрессор, но и подогрев поддона есть тоже. Ну и вы можете увидеть, что подогрев поддона сделан именно ТЭНом, не проволокой, не греющим кабелем, а именно ТЭНом. Жестким ТЭНом, что, на мой взгляд, гораздо лучше, потому что имеет более прочную конструкцию, но, в принципе, выглядит более опрятно. Потому что в некоторых кондиционерах есть не такой ТЭН жесткий, а просто как греющий кабель. Этот вариант, я считаю, что гораздо лучше. Да и вы, думаю, тоже со мной согласитесь. Поэтому, если у вас загородный дом, и вам нужно экономично обогреваться зимой, то таким тепловым насосом вы спокойно можете обогреваться в любое время года, потому что до минус 25 он работает по паспортным характеристикам, а в реальности до минус 30 будет спокойно работать. Типоразмеры 25-35, 35 на 4,8 по теплу, поэтому 50 метров квадратных он способен обогреть. Я думаю, что даже в загородных домах большинство залов имеют размеры не больше, чем 50 квадратов. Поэтому смело ставьте как тепловый насос и получайте удовольствие. И при этом экономьте электричество, оплачивая платежи свои в три раза дешевле, чем обычные обогреватели или электрокотлы. Так, ну давайте сделаем сначала замер теплообменника, по нашей традиции. Посмотрим, как он у нас с конкурентами сопоставится. И дальше перейдем уже к компрессору. 85,5, 54,5, 3,7. Кубатура этого теплообменника составила у нас 17241 кубический сантиметр, что потрясающий показатель для такого теплового насоса. Но это неудивительно. Два, сдвоенный теплообменник, 13 калачей в ряд, без каких-либо пропусков, ширина толстенная почти 4 сантиметра. Ну, то есть это просто монстр. И реально в нашей таблице его обогнал только тепловой насос Купер Хантер с индексом 24 тысячи БТУ. А это у нас 12 тысяч БТУ. Усредненный след показатель. То есть Купер был в два раза мощнее. Здесь 17240. Давайте сравним, кого же он из одноклассников обогнал. Обогнал у нас он Хайсенс Аэр Сенсейшн на 10 тысяч БТУ, правда. У него был 16800 теплообменник. Был очень мощный теплообменник. Это отличный блок Хайсенс Аэр Сенсейшн. Также он обогнал Хайр Джейд. Это отличнейший кондиционер от Хайра. Премиальный сегмент. Самая топовая линейка, так скажем. И в 35-й Джейд он тоже обогнал. А хотя 35-й Джейд это тоже тепловой насос. И стоит он существенно дороже, чем вот этот кондиционер. Все Hitachi, которые у нас были, даже самый крутой с Сенда, у него оказался меньше теплообменник. Хотя Сенда тоже тепловой насос. В общем, конкурентов пока в данном индексе мощности у нас нет. Это самый огромный теплообменник из того, что нам попадалось на текущий момент. Ну и как полагается любым китайским кондиционерам, теплообменник у нас Bluefin или Goldfin. В данном случае Bluefin это антикоррозийное покрытие, которое защищает теплообменник от повреждений от внешней среды. Значит, крышка сделана из пластика. Ну, ничего прочного здесь нет. Здесь нет перекрестного ребрения. Есть вот здесь небольшое ребро. Ну и в целом по периметру, как у всех, здесь на плате, соответственно, ничего нет. То есть дополнительной защиты при падении снега здесь никаких нет. Но сама плата при этом залита лаком. То есть она не будет бояться там влаги какой-то. Шуба необычная. Она имеет, так скажем, сложную такую форму. Прям была изготовлена конкретно под этот корпус. То есть куча вырезов различных. Кстати, она сделана уже из такого войлока. Не зеленого, который я не очень люблю, а из более правильного, как из которого делают валенки, наверное. Сантиметр толщиной. Внутри резиновая прослойка. Верхняя шубка имеется так же. Она просто вот здесь вот как структура общей шубы. То есть она просто так сверху накидывается и все. То есть по сути у него верхняя шуба есть. Основная шуба, которая закрывает весь моторный отсек, есть. И как вы видите, есть еще одна шуба, которая закрывает более точечно компрессор, так скажем. Давайте мы ее тоже удалим. И эта шуба имеет для нас необычную структуру. Что-то давненько мы такого не видели. Она как бы даже четверная, так скажем. Она сама по себе двойная. Такая же сантиметровая шуба. Но при этом она еще и сдвоенная из двух частей состоит. Уже не раз замечаем, что китайцы последнюю пайку делают вместе с шубой, видимо. Поэтому часть шубки обгорает. Может быть даже этот огрызок специально пришили, чтобы основную шубу не портить. Вот именно в их технологии так сделали, чтобы это оставалось полноценно не испорчено, а это могло подплавиться. Но в целом за шубы 5 баллов. Ну и еще у него есть маленькая шубка внизу, которую я не буду доставать. Она имеет резиновую основу, то есть резиновую подложку. И сама тоже сделана из войлока. Стоит внизу под компрессором. И тоже глушит шумы уже непосредственно вниз через корпус. То есть по шубам здесь все отлично. 5 баллов. Мы видели, где шуб было больше, наверное. По-моему, в Hitachi Sandon мы, когда снимали, там было куча-куча шуб. А здесь тоже очень-очень хорошее количество их. При этом толщина прям отличная. Компрессор здесь стоит GMCC с индексом 98. Это мощный компрессор. Он соответствует заявленной мощности кондиционера. То есть его пропускная способность достаточная для такой мощности. Он не маленький. Как вы видите, он и по толщине мощный, и по высоте большой. Ну и докипатель у него огромнейший. Ну потому что тепловой насос здесь сделано все по-взрослому. По дополнительным расширениям, ресиверам. Так скажем, у нас есть один вот такой вот ресивер. Большой здесь. И давайте по датчикам пробежимся сразу. Датчик внешнего воздуха раз. Датчик на конденсаторе два. Датчик на трубке нагнетания три. И вроде больше датчиков у нас нет. Ну этого достаточно. Три датчика. И конечно же RV-клапан, который стоит вот здесь. Почему это хорошо, вы уже и так знаете, наверное. Но еще раз повторюсь. Только правильные инверторы оборудуются RV-клапаном, который способен вкупе с инверторным компрессором поддерживать точную, так скажем, дозировку фреона в систему. То есть он регулируется более точно. Он регулируется уже непосредственно не холодильным циклом, а больше регулируется, так скажем, платой и программой, которая заложена в этих платах. То есть плата внешнего, плата внутреннего блока. И я уже не раз говорил, что любой кондиционер, у которого есть RV-клапан, он интеллектуально дороже. Он не то чтобы дороже с точки зрения железа, да, потому что сам клапан не такой дорогой, плата там может быть не очень дорогая, а дорогое программное обеспечение, которое более сложное, и оно, видимо, имеет какую-то свою себестоимость, и оно в принципе дороже. И поэтому, когда вы выбираете кондиционер, ни один кондиционер-инверторный, полный инвертор, не может стоить меньше 50 тысяч рублей. Все остальное будет не до инвертора, так скажем. Что мы видим здесь? Здесь, конечно же, все на высшем уровне, все как полагается. По трубкам, соответственно, по всем фреоновым вот этим вот трубочкам, здесь тоже хорошие диаметры, толстый диаметр, то есть вот для 35-го, для теплового насоса все сделано отлично, никакой экономии, все красиво, аккуратно. Ну, внешний блок супер. Нам очень понравился этот внутренний блок. Здесь все хорошо, начиная от дизайна, заканчивая технической начинкой. Понравился пульт, немножко подкачало приложение, оно немного кривовато, но в целом выглядит нормально. Блок на твердую пятерку. Внешний блок нам очень понравился. Это полный, действительно, честный инвертор, с хорошим компрессором, с большим теплообменником. Это тепловой насос, полноценный, правильный тепловой насос. Все отлично. Но есть одно но. И это но может попасться каждому из вас, так же, как попалось нам. И в данном случае оно попалось даже не нам, а нашему покупателю, который просто по счастливой случайности попросил нас сделать обзор на этот концерт просто на канале. И вот мы вот это обнаружили. Ему как бы повезло, потому что мы это все обнаружили, не дали ему этому оборудованию просочиться в его дом, устранили неполадку, и теперь он смело отправится, наконец-то, спустя две недели к нему домой. И он будет охлаждаться от августовской жары. Теперь уже бесшумным кондиционером, премиальным кондиционером FUNAI IMPEROR. Ну, если говорить серьезно, что бы я посоветовал покупателям кондиционеров, таких как FUNAI, HIGH, SENSOROIL, KLEMA, ну, даже там, может быть, и HIGHER, не знаю точно, но столкнулись мы просто вот с FUNAI в данный момент. Покупайте его у профессиональных продавцов, не просто в интернет-магазинах, не где-то на Авито. У тех людей, которые в состоянии вам что-то с этим сделать, либо поменять двигатель, либо поменять блок, либо что-то еще, либо вернуть его назад. К нам, кстати, приехали парни, которые нам меняли мотор. Отличные ребята, кстати, приехали из сервиса от дистрибьютора. Прямо молодцы, приятные парни. Все быстро, четко сделали. И мы с ними поговорили, и сказали, что брак бывает. Все-таки это не Daikin, не Mitsubishi Electric, у которого брак минимизирован. Здесь есть брак. И надеяться на то, что вам повезет, ну, 50 на 50, в принципе, да. Кому-то повезет, кому-то нет. Каждому второму не повезет. Поэтому, еще раз говорю, покупайте нормальных людей, кто сможет что-то с этим сделать. Потому что, если вы купите, допустим, его в каком-то интернет-магазине, не факт, что вы сможете решить вопрос по гарантии, бесплатно. А если покупать этот двигатель за деньги, мы хотели для того, чтобы ускорить двухнедельное ожидание. Две недели мы ждали. Вот только вздумайтесь сейчас. Август месяц, да. Вроде не так много работы, не прям завал. Но ждали две недели, потому что, ну, вот так получилось. При этом торопили, торопили. Каждый день там, что ли, не решали вопросы. Мы хотели даже купить этот вентилятор. К чему я говорю? Казалось бы, он должен стоить там, ну, полторы тысячи рублей. Ну, две, ну, мы готовы за него были там, две с половиной отдать. А он стоил там, помню, семь, что-то в районе семи тысяч рублей. Ну, семь тысяч за вентилятор, ну, дороговато, блин. Тем более, за гарантийный, как бы, аппарат. Но у нас была возможность вот так вот обратиться. Не у всех она будет. И на фоне этого возникла такая идея. Допустим, если вы живете в другом городе, А у нас часто бывает, люди покупают из другого города. На сайте просто покупают. И мы отправляем транспортной компанию в другой город. И зачастую просто даже, ну, клиент просто покупает, получает. И черт его знает, попался хороший или плохой. И мы придумали, как вариант, запустить такую услугу. Просто проверка вот на такие банальные косяки. Это просто, это не занимает большого количества времени. И если такая услуга будет вами востребована, в принципе, мы можем ее осуществлять. Ну, и как всегда, для наших зрителей и подписчиков мы дарим 15-процентную скидку. На весь модельный ряд Фунай при онлайн-оплате на нашем сайте. Отправим в любой город, без проблем, любой транспортной компании. Ну, на этом у нас все. Надеюсь, это видео вам было очень полезно и интересно. Обязательно подпишись на наш YouTube-канал, если ты еще до сих пор не подписан. Подпишись на наш Telegram-канал. Там выходят тоже достаточно интересные моменты из видео, не вошедшие в YouTube. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok